здравствуйте сегодня речь пойдет старых советских электропроигрывающих устройствах я в свое время когда коллекционировал старые радиолы заодно при каждой возможности и прихватывал и более менее в приличном состоянии электропроигрывающие устройства которые могли сгодиться для ремонта радиол ну вот они у меня больше 20 лет лежат без движения в коробках упакованы ездят и скоро они вслед за радиолами уедут моему знакомому потому что мне они вряд ли потребуются хотя у меня осталось несколько радиол и я договорился что если мне вдруг потребуется какая-то запчасти я всегда могу рассчитывать на то чтобы взять какую-то из этих радиол то извините не радиол этих и пу для своих радиов сейчас мы эти из этих коробочек будем доставать эти электропроигрывающие устройства и смотреть что тут лежит соответственно ну а потом я их упакую и отдавшему знакомому но вот это первый эпох который я распаковал достал вот не знаю тут то есть какие-то опознавательные знаки и 964 лк 8 но судя по звукоснимателю и конструкции это и пую достаточно поздно и поздней серии советских устройств я так думаю чтобы скорее всего это 70-е годы ну и судя по тому снимателю который здесь стоит значит классическая модель значит есть автостоп включение выключение видите здесь красный флажок три скорости но вот тут этот рычажок не двигается скорее всего что там залипло но мы сейчас не будем его ломать три скорости 33 45 78 нулевая скорость и значит сейчас снимем диск и посмотрим вот такая вот здесь конструкция привода через ролик и три различных насадки которые перемещаются здесь вот судя по всему двигателю да вот так вот перемещаются ну и классическая конструкция автостопа значит больше так про него особо рассказывать ничего и поэтому мы сейчас увидим следующий электропроигрывающие устройства ну вот следующие по у нас более позднего года выпуска вот она уже стереофоническая автостоп даже есть кнопочка вот пуск которая пускала его но состояние у него среднее вот у него здесь сломана стойка даже я нашел вот такие вот запчасти его вот видите были завернуты в газетку лежали вот такие части значит но диск заблокирован я нет не заблокирован вот диск снимается диск и здесь привод уже немножко другой более классический здесь вот различные стоят диаметры шкивов и через ролик роликовые по пластмассовой эту часть переключатели вот сейчас мы заглянем на обратную сторону этого и по так это сохранилась этикетка вот сохранилась этикетка это один и по я так понимаю 74 с стереофоническая и выпущена нашего в 8 старом году механизмы как видите что классический двигатель очень ничего интересного надо сказать что целом 8 с году втором году уже конечно выпускались устройства более высокого класса и у нас и за границей но и среди прочего попадались и такие вот устройства как это и по теперь следующий у нас и по тоже уже по внешнему виду видно что это достаточно поздняя модель я бы сказал даже в приличном состоянии единственный минус конечно что у него уже накладка под пластинку стала абсолютно просто дубовой но вот я попробовал диск тут не снимается но я сейчас не буду разбираться как он снимается значит здесь у нас тоже полный комплект всех радостей значит три скорости вот клавиша пуск вот есть автостоп он нам даже работает да он автостоп работает так теперь значит с обратной стороны у нас что здесь есть то что же классическая схема двигатель я так думаю что хотя крышку мне не удалось снять что привод там тоже такой классический ролик со ступенчатым шкивом судя по всему значит вот даже сохранились разъемы целенькие к сетевой это сигнальный разъем этикеточка со всякими ты у и так далее вот на нем написано 2 и пу 40 а вот здесь вот очень плохо видно июль 1970 какого-то года это дата выпуска этого устройства но тоже для 70-х годов вполне для домашнего употребления в ссср было ничего еще раз скажу что в принципе я думаю что если его немножко почистить заменить эту накладку поставить какую-нибудь коробочку поставить звукосниматель gzp и вполне можно использовать для проигрывания старых грампластинок так теперь следующая модель у нас тоже монофоническое полно у него тут совсем беда значит вот тут все как видите сломан крепеж тонарма она реально годится только на какие запчасти но в принципе это такое тоже классическое монофоническое пу тоже диски отснять не могу и где блокировка сейчас мне лень искать даже сохранился видите на 45 оборотов адаптер тоже три скорости 30 и 45 и 78 тоже есть автостоп но тут у меня я не стал распаковывать какие-то винтики шайбочки от него остались так теперь с обратной стороны значит тоже все классическая тоже сохранились вот видите эти два разъемка тут и значит этикетка сохранилась сделано в ссср вот этикетка значит это у нас два ипу 55 сделано но в седьмом месяце 74 года тут значит дата видно хорошо такой вот еще одной ипу не знаю что из него можно будет как бы взять но может быть может не знаю если кому-то вдруг она пригодится когда-то в жизни кто-то чего-то оттуда возьмет а нет так тоже выкинет на помойку и так следующие по но сразу видно что это ипу уже более старая предыдущая потому что она рассчитана под звукосниматель лодочка или башмак как его еще называют значит но уже тут есть такие нету нулевой скорости как видите потому что по умолчанию здесь ролик не прижимается к диску и валу и не портится только при нажатии клавиши пуск есть значит автостоп и даже есть подъем тонарма вот если вы значит нажмем клавишу пуск здесь вот опустится такой штифт а когда сработает автостоп значит тонарм поднимется то есть это выглядит так вот тонарм выпускается автостоп его поднимает тоже неплохо потому что раньше автостопы были гораздо проще просто выключался двигатель знаете накладка вполне ничего диск тут нормально сейчас снимем снимем диск но тут как-то все как обычно видите этот ступенчатый шкив приводной ролик значит если мы нажимаем кнопку пуск видите он прижимает ролик шкиву и внутренней поверхности диска ну а когда нажимаем автостоп он обскакивает и тем самым не изнашивается собственно вот этот вот резиновый ролик на мой взгляд уж вполне ничего ролик несмотря на возраст этого и по сейчас мы туда внутрь еще с другой стороны посмотрим на него чтобы увидеть какие-то у нас сохранились этикетки и циферки с другой стороны так ну тут что тут все повод который я показываю они сделаны практически по одной той же схеме вот так это и по трипу 10 вот дальше у него есть такие циферки интересные они важны эти циферки сейчас не знаю вы это видно или нет сейчас попробую как-то стабилизировать до 3пу 10 дальше есть цифер такая 127 это говорит о том что это и по предназначены для эксплуатации на 127 вольт вот во многих раньше было такое напряжение кроме 220 гос 63-го года вот дату здесь не нет не видно только серийный номер но год был все выпуска 64 вот такой вот эпу из 64 года было бы у меня много свободного времени я может быть даже их даже не время даже настроение может быть я чего-нибудь бы из них соорудил ну а сейчас они снова отправляются на длительное хранение и может быть когда-нибудь кому-нибудь пригодятся еще одно и по вот она у нас уже было такое монофоническое по вполне приличном состоянии вот ну задубела тоже но не все же не до абсолютного деревяшки задубела крышка вот три скорости автостоп тоже пуск сейчас мы снимем диск тут тоже классическая схема тоже есть автостоп тоже автостоп поднимает у нас тонарм вот я нажал пуск теперь если нажму автостоп он поднимет тонарм видите еще раз опустился он так для проигрывания это воспроизводит это уже более позднее полно что ты что же здесь переключатель тоже нет нулевой скорости то уже это и по у нас было сейчас мы с другой стороны посмотрим какая у нас есть полезная информация на обратной стороне этикетки вот посадим диск на место так на обратной стороне по тоже есть значит у нас этикеточка так сейчас мы попробуем прочитать все тут написано тогда здесь написано что это не могу сфокусировать 2 и пусть 40 так не берет камера но можете мне поверить на слово значит 2 и пусть 40 сделаны в шестьдесят шестом году еще одно стереофоническое уже электропроигрывающее устройство здесь видите утерян этот рычажок переключатель скоростей накладочка вполне ничего так посмотрим что у нас там внутри тут он даже ролик видите он как это слетел тут все механизм немножко разломан так сказать скорее всего это и пусть для можно будет использовать только на запчасти для каких-нибудь проектов но тонар нормальном состоянии все тут это вот пускание подъем все работает здесь выпущено но сейчас посмотрим какой это модель значит это у нас 1 и пу 52 с по моему сейчас я посмотрю повнимательнее так из очков не очень хорошо видно да это 2 и пу 52 с 2 класса и в общем оно не очень хорошо видно кажется в семьдесят третьем году такое вот 1 и пу тоже стереофоническое тоже можно замутить какой-нибудь проект если у кого-то есть желание такие проекты замучивать сделать какую-нибудь ретро радиолу на современные элементы базе с блютусом так теперь вот следующие упаковки я вот нашел такую целую россыпь всяких таких интересных вещей ну вот такой старый тонарм с таким звукоснимателем видите на изоленте прикручен это какой-то я так понимаю антенный кабель тут тут просто даже не буду сейчас уже понимать россыпь чего-то какие-то винты так еще один тонарм это типа эльфовского я так понимаю тонарма да вот регулируемый грузик то есть полный практически можно сказать эльфовский тонарм тут зажим для эльфовский тонарм зажим для иглы ну я думаю там давно уже все внутри труха полная в принципе я такие звукосниматели ремонтировал ну вряд ли доберусь до этого и вот такой вот и пу 73 и 0 78 и 33 вот такой вот тоже достаточно старые по но тут никаких познавательных знаков нету какие-то винты летают в этом ну я так думаю там ролик сейчас я не буду снимать диск хотя можем попробовать сейчас снять диск да видите он легко снялся шайбочка снялась вот видите здесь интересно сделано здесь два ролика установлены на разной высоте и прижимаются они к разным диаметром шкивов и тем самым обеспечивают проигрывание скорости и и 33 значит что я в принципе думаю что тут конечно никакой данных нет надо уже разбираться но я думаю что это на 127 вольт все это двигатель у него но судя по всему тут и конденсатора нету пускового то есть все так выглядит не знаю для чего его можно в принципе это и по использовать затрудняюсь ответить ну наверное для чего-то какой-то может быть проект кому-то может пригодиться ну вот тонарм действительно вот этот старый тонарм для реставрации какой техники он видите даже вполне так ничего в состоянии тут даже видите прерыватель есть то есть теоретически эти тонармы тоже можно использовать в каких-то проектах ну и последний еще и сегодняшнем обзоре это прям целый кусок вот от радиолы мелодия стерео я не знаю что это за радиола но можно посмотреть на нашем любимом сайте тут видите даже весь сохранились все там у нас провода видите вот провод подключения сетевой провод ну естественно уже никаких крышек ничего нету даже обратите внимание значит ну хотя ипу и не закреплено но вот оно тут как бы делась попытка зафиксировать на транспортных винтах так заглянем что у нас там осталось ну это абсолютно дубовая часть уже так ну тут тоже это все не двигается уже ну это такое ипу мы уже смотрели среди других так просто вот так вот все хранится смазка там уже в ужасном состоянии вот все зафиксировалось вот такое вот оставшиеся ипу тут выключатель сохранился от мелодии стерео ну на этом со старыми ипу мы закончили сейчас я запакую их обратно аккуратненько в коробочки и при случае мой приятель их заберет к себе хотя после разборки этих коробок я если честно говоря я засомневался кому они вообще нужны может быть даже не нужны и вовсе никому ну на этом все спасибо что посещаете мой канал в скором времени я надеюсь показать еще что-нибудь интересненькое я уже распаковал много всякой техники и фото и видео и кинотехники и кинопроекторы и диапроекторы то есть мы может быть немножко уйдем в сторону от электропроигрывающих устройств и перейдем к каким-то другим вещам на этом спасибо всем здоровья и благополучия удачи и хорошего настроения до свидания